Старая сказка на новый лад. Ивановский театр драмы подготовил для маленьких зрителей и их родителей новогодний спектакль «Емеля.ру». Этот сказочный ремикс фантазии из новой жизни Емели, которая кардинально изменилась благодаря Щуке. Емеля, сынок! Да лучше б ты делом ценился! Мама! Ну чего я опять за вами? Емеля, Емеля! Сколько раз я просил, не вызывать меня там. Я Емель, вот, толчка! Ты вообще, что вы шумите-то? Какие у меня дела? Вот и то, я работаю, у тебя, ну, никого. Я вот все щука сделала. Дед Мороз, огорченный поведением обленившегося Емеля, отменяет действия волшебного заклинания. По щучьему велению, по моему хотенью, сладкой жизни приходит конец. Несколько лет назад эта сказка уже была в репертуаре театра. Но, правда, называлась она по-другому. И ставил спектакль другой режиссер. Дети, которые его смотрели, тоже давно выросли. Но постановку не просто восстановили, а осовременили, вдохнули в нее новую жизнь. Прошло время, и вообще публика стала другой. Вообще ритм жизни стал другой. И вот вы заметили, сказка была все равно полуклассическая, медленная такая, спокойненькая. К сожалению, сейчас мы не можем так, хотя это жалко, наверное. Это касается и взрослых спектаклей. Мы не можем просто сесть и поговорить по душам со зрителем. Потому что в связи вообще с нашим веком интернета и в связи с ритмом жизни, в котором мы сейчас живем, все требуют экшена. И экшен в этой сказке и есть. Хорошо известный каждому ребенку Кощей, например, становится спортсменом. И его появление на сцене уже отдельное шоу. Дед Мороз тоже не отстает и балует зрителей фокусами. Например, чудесным образом черный шарф для Ивана Дурака превращается в цветной. Магия начал увлекаться еще с детства, с рождения. Потихонечку, помаленечку. Сперва все замораживал. Потом начал превращать из сосулек в разные подарочки. И вот уже дошел до этого уровня. Ничего сложного. В спектакле звучит много современных хитов. И язык вполне понятен юному поколению. Постановку сказки осуществил Евгений Семенов. Артист Ивановской драмы не первый раз пробует себя в роли режиссера. Емеля.ру – его девятая по счету постановка в театре. Мы попытались передать каким-то через современный язык современным детям то, что лень, компьютеры ни к чему хорошему не приводят. Лучше быть настоящим человеком, который все умеет. Это вот через помощь у Емеля, который проходит какие-то испытания. Сказка смотрится на одном дыхании. Актеры не дают зрителям заскучать. Но в то же время режиссер постарался сделать так, чтобы за всеми отвлекающими моментами сохранилась основная мысль сказки. Без труда любому чуду грош цена. Не забывать о том, что планшеты и вообще все эти технические гаджеты – это, конечно, прекрасно, это интересно, это замечательно. Но, во-первых, не надо забывать удивляться снегу. Не надо считать, не надо играть в футбол или качать штанги там на планшете своем. У меня племянник как так делает бывает. А все-таки нужно не забывать о том, что вокруг нас есть живая, настоящая природа, живые, настоящие люди, с которыми можно с удовольствием провести время. Премьера спектакля состоится 2 декабря. И свою оценку работе театрального коллектива дадут самые взыскательные зрители – дети. Любовь Почерникова, Андрей Семенков, РТВ Иваново.